Горацик говорил, если не бегаешь пока здоров, придется побегать, когда заболеешь. И это действительно так, когда дело касается профилактики в целом и качества жизни каждого конкретно взятого человека. Однако даже исключительно здоровый образ жизни не позволяет предупредить всех заболеваний. Здравствуйте! Сегодня в программе «Тело человека» мы будем говорить о лорзаболеваниях. Это и риниты, и синуситы, фарингиты, ларингиты. Нужно ли лечить насморк и удалять миндалины? На эти и многие другие вопросы сегодня в нашей студии ответит эксперт. А пока небольшая справка. На сегодняшний день науке известно более 200 лорзаболеваний, каждая из которых характеризуется своей симптоматикой и требует особого лечения, а иногда представляют достаточно серьезную опасность для здоровья и жизни человека. Почему? Все просто. Проведем простую аналогию. Если голова – это компьютер, то мозг – это центр, куда стекается вся информация. Кровоснабжение здесь не просто богатое, а гигантское, да еще и под большим давлением. Опять же, если сравнивать с компьютером, для работы центра управления требуется хорошая вентиляция, чтобы платы хорошо охлаждались и полноценно проходили импульсы. Все лорорганы уходят глубоко в голову, ведь внутри спрятаны дополнительные дырочки, отверстия, полости ячеек, гайморовые пазухи, лобные пазухи, решетчатый лабиринт, который граничит с мозгом. В данном случае эта граница представлена костной стенкой, которая бывает толщиной в миллиметр, а то и меньше. В ней могут быть расщелины, а это прямой путь для проникновения инфекции прямо на оболочке мозга. Уже по этой простой причине не стоит недооценивать даже банальный насморк. А сейчас самое время представить гостей нашей сегодняшней программы. Итак, давайте знакомиться. Сегодня о заболеваниях хлорорганов мы будем говорить с председателем Гомельского областного общества отариноларингологов, доцентом кафедры отариноларингологии Гомельского государственного медицинского университета, кандидатом медицинских наук Дмитрием Дмитриевичем Редько. Здравствуйте. Здравствуйте. А помогать нам будут двое студентов Гомельского медицинского университета. Это Екатерина Рулева и Игорь Старостенко. Здравствуйте. Здравствуйте, ребята. Как всегда, в традиционном начале программы мы задаем для вас вопрос. Он уже готов. Внимание на экран. Ухо – особый орган, который требует гигиенического ухода На протяжении многих лет мы используем для этого ватные ушные палочки Быстро, удобно и недорого А вот в Англии год назад на это средство гигиены было наложено вето Почему это сделали и насколько правильным, по мнению врачей, является такой запрет? Это вопросы для вас Ребят, для вас прозвучал уже первый вопрос, готовьте на него ответ А мы пока начнем наш разговор Дмитрий Митрич, давайте мы тогда немножечко поговорим об отдельных заболеваниях В частности, если говорить о ренитах, насморке, одно ли это тоже, или это разные вещи И вот как в этой ситуации на сегодняшний день, что такое насморк, нужно ли его лечить Вот очень интересные вопросы Или все-таки через 7 дней он пройдет Поставьте, пожалуйста, тут свои точки над «и» Насморк и ренит – это слова-синонимы Острый насморк, как один из симптомов, бывает при простуде Или, как сейчас все знают, что такое острая респираторная вирусная инфекция Ну, вследствие того, что нос – это начальный отдел дыхательного тракта То зачастую нос – это тот орган, который в первую очередь сталкивается с любой инфекцией В первую очередь с вирусной инфекцией И поэтому каждый нормальный человек, он всегда болеет насморком Кто-то чаще, кто-то меньше И по сути своей, скажем так, специфического лечения Против этой группы вирусов респираторных Ну, на данный момент, к сожалению, не существует Таких четких с доказанным эффектом Поэтому то, о чем вы сказали Если насморк лечить, то его можно вылечить за 7 дней А если не лечить, то он за неделю сам пройдет То это абсолютно имеет рациональную, скажем так, основу такую Вот это высказывание И здесь в этой ситуации главное не навредить Все-таки нас всех в мединституте учат одному Главное не навредить, но ноцеры Вот И вот эти народные методы, которые связаны с тем Попарить ноги Теплое, обильное питье Малиновый чай Они вполне работают То есть общесистемное воздействие, все равно мы получаем лечение И что еще важно при вирусной инфекции А насморк, это чаще всего вирусной природы Это все-таки несколько дней отлежаться дома Это куда важнее, чем какие-то там мифические лекарства Там интерфероны Либо еще зачем гоняются, бывает иногда пациенты в аптеках Вот Важно покой Все-таки дать возможность нашему организму, нашему иммунитету Благополучно справиться с этой вирусной инфекцией И тут же касается капель носовых И специфических капель, которые убивают вирусную инфекцию Тоже не существует Никаких там кремов, мазей для носа не существует Единственное, что могу сказать С доказанной эффективностью То, что используется в мировой практике В Европе, это сейчас широко используется Интерназальные кортикостероиды Ну или как мы называем гормоны, которые брызгаются в нос Они безопасны довольно и широко очень используются Повторяюсь еще раз А если нос все-таки плохо дышит И у человека заложен нос То все-таки короткий курс, в среднем 3-5 дней Так называемые сосудосуживающие капли Но опять-таки пациент, наверное, не должен сам себе это назначать Покупать Это все должен специалист назначить Для назначения капель точно не нужно идти ни к лороврачу, ни к терапевту Если нос не дышит, пожалуйста, сходи в аптеку и купи Понятно Дмитрий Дмитриевич, вы уже упомянули про вирусную инфекцию И я не могу не спросить, не задать вам вопрос А то инфекция, о которой сейчас все говорят Эпидситуация наша коронавирусная инфекция Имеет ли она специфические проявления со стороны лорорганов? Есть интересная информация Вообще, в принципе, насморк не очень характерен для инфекции COVID-19 То, что мы на роде называем новой коронавирусной инфекцией Не очень характерен Если есть насморк, то он обычно не очень выражен Но характерный симптом, который отмечают и пишут наши коллеги Как американские, так и европейские ассоциации от лорингологов Это потеря обоняния Как говорят на роде, нюх пропал Это значит, что не каждый пациент с коронавирусной инфекцией Имеет потерю обоняния Но процентов 90 пациентов, у которых случилась потеря обоняния У них, скорее всего, будет COVID-19 в настоящее время Специфического лечения это не требует При выздоровлении в общем пациента обоняние вернется Обоняние вернется Но вот такой сигнальный сторожевой симптом, он существует, есть, описан Дмитрий Викторович, ну а еще, наверное, такая группа, как аллергические проявления, да? Аллергические риниты Что вот здесь? Какая здесь специфика? Какие здесь уже назначения должны быть? Хорошо, что вы напомнили Это очень актуальный вопрос Тем более сейчас весна Май месяц, очень активно все цветет Большая концентрация пыльцы разнообразной в воздухе И зачастую людям по симптомам могут даже перепутать вирусную инфекцию С обострением аллергии, так называемый поленоз, сезонная аллергия Для которой как раз-то и характерно бывает и общая слабость Слезотечение Зуд в носу, зуд в глазах И наличие обильных таких водянистых выделений из носа Ну вот такой, как люди говорят, водичка из носа течет Вот, в таком случае обычно очень эффективны Опять же, те интерназальные кортикостероиды, гормоны для носа Очень эффективны И препараты противоаллергические в таблетках А теперь хотелось бы все-таки задать уже конкретный вопрос про гайморит Что это за болевание? Мы понимаем, что это как-то связано с гайморовой пазухой Какие основные клинические проявления у гайморита? Тут немножко следует вначале пояснить по поводу терминологии Чтобы и пациент, и врач хорошо понимали друг друга Уже больше четверти века такого понятия, как гайморит, не существует Оно заменено на слово синусит Оно отвечает реальному тому, что происходит с человеком, заболевание Синусит – это воспаление одной или нескольких околоносовых пазух Помимо гайморо-пазух, которую знает большинство людей Если можно, я даже покажу на себе, а человек несоверный Вот они здесь находятся, гайморовые пазухи Есть еще и лобные пазухи, и решетчатый лабиринт, и клиновидные пазухи И могут воспаляться все пазухи, либо какая-то часть из этих пазух Это, в общем, называется синусит Но, опять же, если человеку так удобнее и понятнее, что с ним случилось То можно использовать слово гайморит в беседе с пациентом То есть гайморит, скажем так, это воспаление одной из этих пазух Одной из разовидных синуситов Что касается симптоматики клиники Опять же, синуситы, ну и вот, будем говорить по простому, гайморит Это очень распространенное заболевание А это как следствие нелеченного ринита, может быть? Чаще всего, все-таки в классике, скажем так Первое – это ринит, насморк А уже дней через 7-10 может быть синусит, то есть гайморит Понятно Кто, в первую очередь, склонен к таким осложнениям насморка? Это, в первую очередь, те люди, которые имеют какие-то хронические проблемы уже с носом На которые наслаивается вирусный насморк Ну вот, к примеру, человек, в принципе, плохо дышит носом Как вариант у взрослого, искривенная носовая перегородка Или, например, аллергический ринит То у него уже есть склонность к тому, что у него будут чаще возникать эти осложнения в виде синусита, гайморита И нужно задуматься, если человек регулярно болеет, часто болеет гайморитами Что-то не так с носом, надо идти к лор-врачу Вот, и искать причину Потому что одной только лишь инфекции здесь мало, в данном случае это мало Еще немаловажный аспект С улучшением диагностики На второе место по причине вот этих рецидивирующих Будем говорить по-простому повторяющихся, либо хронических форм гайморита Стоит проблема с зубами верхней челюсти Не стоит об этом забывать, что зубы на верхней челюсти очень тесно связаны с гайморовой пазухой И зачастую зуб плохой, даже под коронкой, может быть, под пломбой Давать клинику хронического гайморита Человек без конца будет болеть с гайморитами Вот, но этот вопрос, в принципе, сейчас легко выясняется То есть, сделав снимок, это можно и увидеть, да? Да, сделав снимок, либо в данном случае более информативно Компьютерная томография Ну и все-таки на что должен обращать человек внимание, если думать о том, что это осложненный ренит В частности, вот каким-то синуситом Что его будет беспокоить? Да, это хороший вопрос, как все-таки заподозрить и когда бежать Вот, то есть, мы лечились недельку дома, а когда стоит бежать к врачу общей практики сейчас Это тактика такая, сначала к врачу общей практики, либо к лор-врачу, либо потом к лор-врачу Что должно насторожить? Во-первых, это длительно сохраняющиеся симптомы Заложенность носа, насморк и головная боль Больше чем 7-10 дней То есть, если не укладываются во временные эти рамки, то стоит заподозрить синусит Снижение или отсутствие обоняния Тоже может быть симптомом синусита Либо, что еще характерно, так называемая вторая волна заболевания Вот первая волна, как при вирусной инфекции зачастую бывает температура высокая 38-39, насморк, общая слабость, боли в горле К концу первой недели становится лучше, а потом какая-то вторая волна начинается С головной болью, с заложенностью Притом выделения из носа могут как быть, могут и не быть выделения из носа Вот в этой ситуации человек должен насторожиться Что-то не так, почему не выздоравливаю? Не осложнился ли у меня насморк синуситом? Ну, еще есть и другие синуситы, да? И в этом случае речь идет еще о более серьезных осложнениях, даже вплоть до развития менингитов Так ли это? Все-таки все околоносовые пазухи находятся в толще лицевого черепа И зачастую костная пластинка, отделяющая эти пазухи, бывает миллиметр, либо даже местами отсутствует И бывают такие случаи в Гомеле, Гомельской области 5-7 случаев внутричерепных, это называется внутричерепные осложнения Как в народе говорят, когда гной прорывает мозги Ага, понятно Такие случаи бывают, случаются они, есть такое То есть своевременность лечения, я думаю, является основным методом профилактики этих грозных осложнений Да, совершенно верно, да, но опять же, эти люди, которые имеют осложнения, ну, часть из них имеют такие серьезные сопутствующие заболевания Предрасположенность, да? Нет, это там, например, как сахарный диабет, к примеру Вот, но есть и люди молодые, абсолютно здоровые, у которых может развиться Но никто же не знает, какая у него анатомия пазух Вот, в любом случае, если есть такие симптомы, и они тянутся больше 70 дней Связанные с головной болью, заложенностью носа и так далее То нужно обращаться к ларингологу Метод диагностики совершенно безболезненный Рентгенограмма пазух носа, в большинстве случаев, бывает достаточно Вот, и многие боятся прокола еще, да? Да, боятся Лар-врачу сразу, там, захотят тебе сделать прокол Ну, поверьте, я не знаю ни одного лар-врача, которому бы доставляло бы удовольствие делать прокол И тем более лар-врачам за прокол не доплачивают Понятно Да, поэтому, если лар-врач говорит, что нужно делать прокол, значит, действительно нужно его делать То есть это уже осталась последняя мера, которую нужно применить Нет, последняя мера это операция Операция Операция, да, а прокол это еще не операция Понятно Пункция правильно говорит, ну ладно, будем говорить на народном языке Прокол, прокол И прокол, вот, бытует такое мнение, что один раз сделаешь, будешь все время болеть потом. Ну, это такой народный миф. Ушипка. Это такой народный миф. И человек болеет постоянно не потому, что ему сделали прокол. А вот вернемся в начало вопроса. Потому что у него есть какая-то хроническая проблема с носом, либо у него гнилые зубы на верхней челюсти. Дмитрий Юрьевич, сейчас я предлагаю перейти к следующей уже области анатомической, это ухо. И предлагаю сейчас выслушать ответ наших ребят на вопрос, который был им поставлен в начале программы, да? Об использовании ушных ватных палочек с целью гигиены. И почему некоторые страны, в частности Англия, отказались от такого метода гигиены. Ушные палочки отменили, и это правильно, поскольку от них больше вреда, чем пользы. Во-первых, частое использование ушных палочек приводит к раздражению серных желез. Это, в свою очередь, увеличивает образование серы. Сера скапливается в области наружного слухового прохода, и в результате ее легко можно удалить. Пользуясь палочками, вы проталкиваете серу в область наружного слухового прохода, что также чревато образованием серных пробок. Кроме таких очевидных клинических проявлений, как чувство заложенности, снижение слуха, серные пробки способствуют образованию воспалительного процесса в среднем ухе. Для ушного канала сера – это такая же защита, как слезы для глаз. Она производит естественную очистку, а также защищает тонкую и чувствительную кожу от раздражения, микротрещин и инфекций. Также следует упомянуть про использование мамами у детей ушных палочек. Тут много есть таких особенностей. Они думают, как помочь ребенку, а на самом деле получается все как раз-таки наоборот. При использовании мамами ушных палочек они создают механические травмы барабанной перепонки, также это травмы кожи наружного слухового прохода. Чистка ушей – это мытье до того уровня, до которого достает указательный палец в вашей руке. При необходимости можно обратиться к специалисту, то есть врачу-отариноларингологу. Если необходимо, он проведет дополнительное обследование и удалит скопившуюся серную массу путем промывания, либо при помощи специальных приспособлений под контролем зрения или микроскопа. Игорь, спасибо. Но у меня вопрос еще есть к Дмитрию Дмитриевичу. Только ли мамы детям могут повредить, нанести какие-то повреждения барабанной перепонки, или сам взрослый человек тоже может это себе сделать? Как ваша практика показывает? Конечно может. Конечно может. И встречались такие пациенты по дежурству, приходили. Бывают такие. У меня вопрос в другом. А вообще, есть ли такое понятие «ушные палочки»? Ватные палочки? Нет ушных палочек в принципе. Вот в чем главная ошибка. Это не ушные палочки, это палочки гигиенические. Ну запретили англичане, да и запретили. Вот, наверное, у них там совсем с этим беда. У англичан. И правильно совершенно вы говорите о том, что как необходимо. Потому что многих людей скажешь, нельзя пользоваться палочками, это же конец света, а как же ухаживать, да? Ухо помыть, да. Я всегда объясняю. Вот это защита от дурака. Вот видите, вот она вот-вот. Палец дальше не лезет. Вот. И помыл голову кончиком полосинцем, либо пальчиком протер и все. Потому что ушная сера вырабатывается здесь, в наружном отделе. И пока она есть, эта ушная сера в ухе, то нашему уху ничего не страшно. Никакая инфекция, ни грибок. А все проблемы начинаются только у тех людей, которые якобы чистюли, что-то там начинают ковырячить. Понятно. Я, например, свои уши вообще никогда не чищу. Вообще никогда. И нормально себя чувствую, как-то вот вас слышу. Отлично. И не считаю себя грязнулей, да. Ребят, ну что ж, первый вопрос вы преодолели. Теперь для вас готов уже второй. Внимание на экран. Процедура промывания полости носа используется в лор-практике очень часто. Она проста, доступна и показывает неплохой эффект в деле лечения заболеваний верхних дыхательных путей. Однако при неправильном ее проведении можно получить серьезные последствия. От носовых кровотечений до удушья. А какие основные ошибки допускают пациенты, делая это самостоятельно? Это вопрос для вас. Ребят, вопрос для вас уже второй прозвучал. Готовьте на него ответ, а мы пока продолжим наш разговор. Дмитрий Дмитриевич, еще одно заболевание, о котором нельзя не упомянуть. Это достаточно частая патология практически в любые возрастные периоды. Это танзелит. А ангина и танзелит это одно и то же? Не совсем. Давайте об этом поговорим. Ангина это слово-синоним острого танзелита. У нас разделена работа между, скажем так, специалистами, между врачами разных специальностей, что острым танзелитом, то есть ангиной, занимаются лечением. Эта патология занимаются в детском возрасте педиатры. У взрослых это врач общей практики, либо врач инфекционист. А лечением хронического танзелита это уже непосредственно работа врача от ариноларинголога, лор-врача. И, конечно, за четверть века последнюю кардинально тактика изменилась в отношении хронического танзелита. И те коллеги, кто уже так работает, имеет хороший стаж работы, помнят, что раньше операция номер один была в лор-отделениях, это тонзелэктомия, то есть удаление небных миндалей. Ну, то, что в народе называют гландами. Вот. Сейчас вектор совершенно сместился. Сейчас больше занимаются носовым дыханием. Кстати, хорошее нормальное носовое дыхание – это как один из методов профилактики хронического, обострения хронического танзелита и вообще, в принципе, острого танзелита ангин. То есть такая вот сочетанная, если не дышит носом, то есть и проблемы с горлом, да? То этот человек чаще болеет ангинами, назовем это так. Назовем это так. Здоровье их страдало. То есть без миндалин им их становилось хуже, чем с миндальными. Поэтому сейчас тактика такова. Есть четкие критерии, кому нужно удалять, кому не надо удалять. Я могу их озвучить сейчас. Ну, да, наверное, это было бы логично. Во-первых, это частые ангины. Что значит частые? Два раза в год и чаще. Именно ангины. Это тот диагноз, который устанавливает врач. Потому что зачастую любая боль в горле у наших пациентов называется ангиной. Поэтому тут на слова пациента полагаться не стоит. Только то, что поставил врач. То есть частые ангины. Раз. И второй пункт – это наличие осложнений. Осложнения могут быть как со стороны внутренних органов, сердца, почки, суставы, так и могут быть осложнениями местные. Ну, как пример, наиболее часто это когда гной выходит за пределы нёбной миндалины в окружающие ткани. Так называемый портензиллярный абсцесс. Вот даже если однократно у человека был портензиллярный абсцесс, то уже стоит задуматься о том, что не пора ли мне попрощаться с этими миндалинами. То есть возможно, что от них зла будет больше, чем если я их сохраню, и они будут якобы заниматься моим иммунитетом. Поэтому есть четкие основания. Тогда вот уже вы упомянули об осложнениях тензиллита для других внутренних органов. Можно ли об этом немножко остановиться? Всё-таки чем опасны вот частые ангины? Что развивается? Ну, опасна в данном случае не сама ангина, а тот возбудитель, который чаще всего вызывает эту так называемую гнойную ангину, как называют в народе, лакунарную, фолликулярную. Это такой довольно вредный микроб. Называется бета-гемолитический стриптокоп. В чём его вредность? То, что он, скажем так, обманывает нашу иммунную систему и запускает реакцию, когда наша иммунная система свои собственные нормальные здоровые клетки, например, суставы или сердце, распознаёт как чужеродные. И начинается так называемое аутоиммунное воспаление. Вот, к примеру, это как... Ну, наверное, много знают, кто же такой ревматизм. Вот ревматизм – это осложнение этого микроба. И, в частности, ангины, которые вызывают этот микроб. Это опасная вещь. И как только у человека начинаются эти проблемы, то в раннем периоде мы удаляем нёбные миндалины и, скажем так, в определённой степени прекращаем этот ревматический процесс. Я предлагаю сейчас выслушать ответ наших ребят на вопрос о том, о промывании носа. Да? У кого будет ответ этот? Катя, пожалуйста. Действительно, процедура промывания полости носа она довольно часто используется в лор-практике, но для этого в первую очередь необходимо оценить носовое дыхание человека. Хорошо дышит нос или он заложен? Если нос заложен, то промывать полость ни в коем случае нельзя сразу. Необходимо сначала закапать сосудосуживающие препараты, а только затем после их эффекта нужно промывать полость носа. Иначе есть риск вогнать инфекцию глубоко в пазухи и оттуда уже выйти средство не сможет из-за закрытого соустья. Лучше всего использовать готовые аптечные средства, потому что они имеют оптимальную выверенную концентрацию соли и этот раствор является наиболее безопасным раствором. Также можно приготовить раствор в домашних условиях, но необходимо помнить, что для этого используется ни в коем случае не поваренная соль, а морская крупнокристаллическая соль в определенной концентрации. Но чтобы приготовить этот раствор, нужно знать, в каком состоянии находится ваша слизистая оболочка, она может быть атрофической, когда человек постоянно ощущает чувство сухости в полости носа, и тогда концентрация должна быть сниженной. Если же слизистая оболочка гипертрофирована, и у человека постоянно заложен нос, то тогда можно пользоваться либо нормальной, либо более высокой концентрацией соли в растворе. И существуют также люди, у которых абсолютно нормальная оболочка полости носа, они дышат всегда довольно комфортно и используют растворы для промывания только в случае каких-то инфекционных процессов. И тогда достаточно одной чайной ложки соли на стакан кипяченой теплой воды. Существует довольно много ошибок при промывании носа. Первая ошибка – это попытка промыть нос, когда он заложен, и поэтому необходимо помнить о применении сосудосуживающих препаратов. Вторая ошибка – это запрокидывание и поворот головы на бок. Тогда в таком случае может затечь раствор в слуховую трубу, и в дальнейшем может развиться отит. И третья ошибка – это чрезмерно сильное отсмаркивание. Когда повышается внутри черепное давление, и слизистая оболочка полости носа не выдерживает, и начинается носовое кровотечение. Ну что ж, достаточно полный ответ, Дмитрий Дмитриевич. У вас есть что-то добавить? Нет, очень важный момент, вообще просто молодец, умничка, вот все ответила классно. Часто ошибка в детской практике. Мамы начинают силой промывать на недышащий нос. И у детишек часто будет осложнение воспаления среднего уха, как осложнение уже маминого лечения. Поэтому правильно, сначала должен нос дышать, а потом нужно подумать, промывать или не промывать. Здоровому человеку промывать нос, в принципе, не надо. Если он там, правда, не работал где-то в запыленном помещении, какая-то была грязная работа, тогда можно нос промыть. А так, если он хорошо дышит, прекрасно себя чувствует, можно и не заморачиваться с промыванием. Дмитрий Дмитриевич, в конце нашей программы я все-таки прошу выдать рекомендации по профилактике заболеваний лор-органов для наших телезрителей. Ну, наверное, все ожидают. Сейчас буду рассказывать про такие банальные вещи, как закаливание, здоровый образ жизни. А я возьму и про них расскажу. Расскажите, пожалуйста. Ну, человек так устроен, он сам по себе ленив, любой человек, что нам проще надеяться и думать про волшебную таблетку, волшебный витаминный комплекс, который будет укреплять наше здоровье и решить наши все проблемы. Но это не так. Это не так, к сожалению. И поэтому профилактика номер один – это здоровый образ жизни, нормальная физическая активность, прогулки на свежем воздухе, стараться дышать носом – это номер профилактики, пожалуй, на первом месте. По поводу лекарственных препаратов на растительной основе тоже сегодня уже упоминали наши студенты. Важный вопрос, потому что сейчас много людей с аллергией. Существует такое бы тут мнение, что препараты, они растительные, природные, значит, они безопасные. Это не совсем так. Поэтому будьте аккуратны, будьте осторожны. Еще важный, казалось бы, момент, ну, с чем он связан с лор-патологией. Мы же говорим про органы дыхания, слуха, но все-таки питание. Питание. Зачастую мы знаем, что питание не у всех у нас правильное, не все так получается, но это важный момент профилактики лор-заболеваний. Иммунитет наш на процентов 90 находится в кишечнике. Как мы забудемся о своем кишечнике, так нам и отвечают потом лор-органы, слизистые оболочки, дыхательных путей. Так у нас будет, скажем так, защита от любых вирусных инфекций. Здоровый образ жизни, питание. Ну и, пожалуй, немаловажный момент, про который в книжке не пишут почему-то, но это положительные эмоции в жизни. Когда человек счастлив, когда он воспитывает положительные эмоции, он максимально защищен. Будь то от вирусов, будь то от бактерий. Вот такие методы профилактики. Прекрасные рекомендации для профилактики, поэтому я благодарю вас. Сегодня у нас очень была плодотворная, интересная беседа. Дмитрий Дмитриевич, Екатерина, Игорь. Спасибо за нашу сегодняшнюю встречу. Сейчас период обострения многих заболеваний, да и общая эпидемическая ситуация у многих вызывает тревогу. Между тем, многие занимаются профилактикой, но делают это неправильно. А рекомендации врачей очень просты. Умойте руки, соблюдайте дистанцию, заботитесь о себе и о своих близких. Берегите себя. И до новых встреч в программе «Тело человека». Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова